Наше предприятие на протяжении 20 лет успешно производит лекарственные препараты различного назначения. Мы следим за развитием науки в области фармацевтики, анализируем и внедряем новые технологии, постоянно обновляем линейку нашей продукции. У нас, иначе говоря, на предприятии представлено различное оборудование для производства лекарственных средств от гранулятора до автоматической линии по наклеиванию самоклеящихся этикеток. Пять лет назад наш завод вошел в состав крупного холдинга по производству лекарств и биологических добавок в Ростове. Присоединение дало нам возможность увеличить производственную мощность и обновить оборудование. Я 10 лет работаю главным технологом на производстве и хорошо знаю все технологические процессы. Выбор нового оборудования я производил самостоятельно, согласуя его с руководством перед покупкой. Работа была, по сути, непростая, техники на рынке представлено много. География производителей расширилась, увеличилась конкуренция, это в свою очередь повлияло на качество производимого оборудования. В фармацевтическом производстве очень важно контролировать качество сырья и готовых лекарственных средств. На производстве проверяют показаниями уровня влажности, времени плавления, прозрачности, времени распада и растворения, количественного состава, таяния, параметры твердости. Чтобы продукция полностью соответствовала требования гигиены, необходимо было по сути серьезно подходить к вопросу выбора оборудования. Мы решили обновить машину для смешивания порошков и грану, которая, периодически, не обеспечивала получение однородной смеси порошков. Я привык делать свою работу качественно и работать только со специалистами. К вопросу выбора миксера я подошел серьезно. Для поиска оборудования не стал пользоваться интернетом, потому что часто за красивой картинкой скрывается непрофессионализм. Я посетил международную выставку оборудования, сырья и технологий для фармацевтического производства, которое проводилось в Москве. Миксеров на выставке было по сути представлено много, различных производителей из разных стран мира. Самыми популярными у производителей были цилиндрические барабанные миксеры и пять-образные миксеры. Какой вид миксера выбрать для нашего производства я планировал решить уже по прибытию на предприятие. На выставке я взял контакты у их представителей двух предприятий, которые, в принципе, могли, согласно представленному ими каталогу, произвести разнообразные конфигурации аппаратов для смешивания. Вернувшись на завод, я начал связываться по телефону с представителями предприятий-производителей оборудования. Компания из Германии могла изготовить только цилиндрический миксер, однако попросила лично приехать и подписать договор. К сожалению, я не мог выехать в Евросоюз, так как у меня не было, по сути, визы, а процесс ее оформления занял бы не менее трех месяцев. Компания из Китая выслала каталог продукции на почту, я долго выбирал, но не смог разобраться для какого сырья подходит смеситель, какой допустимый объем загрузки. Третий производитель из Краснодара выслушал меня и ответил, что сможет произвести оборудование только через шесть месяцев, ссылаясь на большой объем заказов. Мне пришлось отказаться, так как машина нужна была, по сути, в самые короткие сроки. Оборудование необходимо было, по сути, найти и купить, обязательно. Самостоятельно это сделать у меня не получилось. Это немного поубавило моей уверенности. Я планировал найти специалиста в области поставки оборудования, который, в принципе, даст мне хорошую консультацию и сможет поставить машину в течение двух месяцев. Решил посмотреть в интернете компании, которые, в принципе, занимаются поставкой фармацевтического оборудования. Мне нужен был профессионал, который, в принципе, работал бы длительное время в сфере поставки фармацевтического оборудования и имел положительные отзывы клиентов. Я выбрал три самые презентабельные компании. В качестве критерия я рассматривал время работы фирмы на рынке поставки оборудования, сайт компании, условия поставки машины. Всем компаниям я позвонил по телефону, чтобы, главным образом, убедиться в профессионализме менеджеров. Специалист одной компании сказала подождать пять минут, но так и не выслушала меня. Такое отношение к клиенту мне не понравилось. Менеджер другой компании поговорила со мной вежливо, задавала вопросы о необходимой производительности миксера, сроках изготовления. Через пять дней на почту я получил от них 10 вариантов различных машин и предложение сделать выбор самостоятельно. Я понял, что у них нет профессионального подхода и мне не помогут в решении поиска оборудования. Последний, третий вариант посредника из Москвы оказался для меня удачным. Менеджер мужчины говорил со мной как с профессионалом, задавал конкретные вопросы о назначении миксера, сырье, которое планировалось смешивать, требуемой производительности. На этапе консультации он выбрал автоматическое оборудование для смешивания порошков. Я решил внимательно изучить предложенные варианты вообщем, если он мне понравится, то согласовать его с руководством. Специалист компании выслал мне на электронную почту технический паспорт и инструкцию по эксплуатации оборудования для смешивания. Я тщательно изучил возможности миксера и его характеристики, посмотрел отзывы предложенного оборудования в интернете и пришел к выводу, что это хороший вариант. Машина была, по сути, приемлема по характеристикам и качеству. В течение недели мы заключили договор на поставку оборудования. Менеджер за две недели сообщил о степени готовности миксера. Машина была, по сути, поставлена в регламентные сроки. Миксер был сделан из нержавеющей стали в форме цилиндра и бункера для выгрузки порошка, защищенного корпусом. Вращение смесителя было, по сути, интенсивным на 3600, что обеспечивало устранение мертвых зон при смешивании. Мы остались довольны автоматическим оборудованием для смешивания порошков, по рекомендованным и поставленным менеджерам этой компании. В любом деле лучше обращаться к профессионалу, и тогда ваша задача покажется не такой и сложной. Люди думают, что профессионалам в своем деле все дается легко, однако я точно уверен, что такие специалисты работают, чтобы главным образом нам так и дальше казалось.